Добрый день, дорогие зрители и подписчики, с вами Грегори, и это 20-й юбилейный выпуск 2-го сезона проекта Город в Майнкрафте. В этом выпуске у нас будет 2 нового издания хрущевки, 1 новое издание, уже не хрущевка, но тем не менее. А также, внимание, друзья, это телецентр. В комментариях под ТВ-архивы и не только ВК, Максим Широков предложил построить нецентр. В принципе, это логично. В принципе, это давно пора, за сколько радиовышкой есть, но этого оказалось недостаточно. И в связи с этим, этот небольшой, этот самый телегородок увеличился. Теперь уже наравне вместе с этой вышкой, комнатой управления самой радиовышкой, и появился большой комплекс. Здесь на крыше флага России, хотя предполагался, здесь предполагался логотип, логотип, логотип типа Россия-1, типа какой-нибудь государственная телерадиокомпания. Но, увы, у меня не вышел, поэтому просто добавил флаг России. Само здание, это коробка, то есть сделан из белой керамики, даже на строчке в написании. Айсатовский, областной радио-телебередающий центр. Телецентр Файсатовский, причем областной. И даже адресная табличка пульса бакинских комиссаров 22А. Хотя я поняла, муская перенумеровать, этот будет 22 корпус 1, тут уже 2. Кабинет, такие вот кабинеты у нас, блоги с книжками и сиденья остаются. Сидят различные редакторы, директоры, комитеты и так далее. Комитеты одинаковые, так что пройдусь в угол коридора. Показали, это произошел. Ну тут, короче, должны были компьютер стоять, но, по ходу дела, они просто у меня слетели, увы. Просто, поэтому я вынуждена заменять их на рамке. Да. Тут у нас уже место для, где собираются, работники собираются, то есть проводятся различные собрания. Типа, что еще на канале показать. Типа, Россия-1, Айасатовск. Как вам такая идея? Тут у нас лестница, и дальше уже здесь. Ох ты ж, господи, боже мой. Ребят, тут произошел очередной бак, тут точно были быть мониторы, камеры, телевизоры, но... Но у меня произошел бак, и в итоге у нас все политинский послетел. Тут у нас сидит ведущий, то есть это у нас небольшая студия, тут у нас за плечами ведущего, такой зеленый фон, хромный. Прям окей. Тут у нас... Тут у нас... Тут у нас тоже такая стенка из стекла, и дальше аппаратная, хотя тут должны быть в мониторах. Скайгу припелись. И даже тут в туалет. В туалет, в туалет такой смысл. Ну, тут, в принципе, ничего особенного. Тут туалет и раковина в тему. И еще одно, еще одно каком-то управление, только уже перед дополнительными передатчиками, тут тоже экраны стоят, но тоже у меня слетели, к сожалению. Вот тут у нас рычаги, то есть рычажки стоят, то есть, типа, отключить какой-то, этот канал, например, или этот, типа, отключение питания антенны, передатчиков и так далее. То есть, это уже основной пульт управления в этой комнате резервный. Следующее обновление, друзья, следующее обновление, это магазин Магнит, располагается на улице Агалакова. Кстати, да, я начал создать, сделал еще одну улицу, улица Агалакова, а здесь Агалакова, но, пока здесь только готова, только пешеходный, пешеходный переход, а светофоров нету. Ну, этим, можно сказать, займусь в данном засуке за кадром. Вот так выглядит на газ, ну, в принципе, тут ничего особенного здесь нету, в принципе, тут ничего особенного нету, у нас полочки, где мы раскладываем товар, кащики, куда можно пакеты плачут, закидать, кассы, ну, правда, они такие жирные вышли из двух пекона, и на три блока. Вот, тут у нас, у нас, у нас таблички с пятерочки, ну, в принципе, тут пол-печерочка, но теперь там магнит, я забыл убрать их. Тут у нас уже мороженая продукция лежит, а тут уже полки с обычным товаром. И уже склад, вот такой склад. Следующее обновление, это вон тот же его здание, то есть, я сначала хотел сделать чего-то, ну, что-то новое, друзья, но, ну, я потерпел фиаско, и в итоге это произошло, в итоге, и, в итоге, перед вашим экраном, на вашем экране вы видите очередной рестайлинг пятиэтажного дома, который построил в пятом выпуске проекта в город Майнкрафте. Именно я про этот дом говорю. Да, очередной рестайлинг, но, тем не менее, бал, изменит, изменились полк. Единственное изменение, это балконы и, и ширина коридоров и пролетов между этажами. Из-за чего осталось очень широко, то есть, прохода стали, ну, сказать, коридоры стали широкими, то есть, лестничная клетка, лестничная площадка, лифт для инвалидов также осталось. И, в принципе, все, друзья, тут у нас всего четыре пара, четыре, четыре подъезда. Ну, и с этой стороны также изменил балкона. То есть, сделать такие. Последнее, ну, предпоследнее обновление, друзья, это хрущевки, друзья. Как вот выберет спереди хрущевки, это у нас такая вот стандартная. Это не совсем стандартная, это, можно сказать, местная модификация. Ну, те, кто слышал, тот поймет. Ребята изменят, что временно прервал видео, но... Так вот, я не договорю, друзья, тут у нас такая... То есть, не совсем оригинал вышел, но, тем не менее, это, ну, сказать, айсатовская модификация. Модификация сделана для айсатовская. Айсатовская. Это уже, ну, сказать, очевидно, по, так сказать, положение окон. То есть, с этой стороны должно быть два окна, с этой, три. Дота получилась наоборот. То есть, это два окна, с этой, три. Потом подъезд. Так же, по бокам нет, нету окон здесь. И крышку, крышку. Чуть пониже встать они. Чуть повыше. А так, в принципе, интерьер, в принципе, ничем не изменился. В принципе, правда, остались некоторые изменения. Если я заснул, я просто взял тоже пяти, вот эту вот пятиэтажку, которая вы часто, которая часто вас великает в видео. Ну, как часто мелькало. Так, то есть, часто появлялся в этом видео различном, в каждом выпуске. И я просто начал колдовать на тему дома, просто сделал из нее хрущевку. То есть, увеличив, то есть, сделал здесь три окна, здесь поработал над балконами, крышей. То есть, такие. И сделала воскресенье. И край здесь крышок взял с кирпичей. Ну и следующие друзья, это у нас, типа, вот такие вот пристроенные магазы. То есть, различные магазины. Тут всего пока что здесь только. Грибный магазин, магазин тканей, салон связи, аптека и пивной магазин. Пивнушка. Тут у нас такой грибный магазин. Ничего особенного тут у нас. Поли столами. Хотя тут должны быть в холодильнике стоять. Ну, потому что там замороженная рыба. Так ведь? В общем, едем, я с грузкой бак с мышкой. Ну, как бак, то есть, у нас у нас ухо едет по столу, здесь, твой стол не липкий. Вот. Небольшое изменение, друзья. Дальше уже идут. Магазин тканей Наташа. Правда, там уже тоже ничего особенного здесь нету внутри. То есть, одинаковые. То есть, у нас салон связи, микрофон, то есть, конечно, аптека и пивнушка. Единственное сходство, это у нас сказки и полки с товарами. Единственное отличие, это просто мускай расцветка. То есть, расцветка за стен. Больше ничего отличить, схожего нету. Как и отличить. Вот такой получился, друзья, 20 выпуск второго сезона проекта город в Майнкрафте. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, рекомендуйте идеи, что еще построить в этом городе. Я с вами прощаюсь, всем пока, до новых встреч.